Деньги любят тишину 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 По всей стране несколько предпринимателей терпят убытки, а продвинутая компания продолжает аккумулировать у себя на счетах сказочные суммы. Обидно лишь, что компанию «Казахстан Тимржулэ» это вполне устраивает, и она предпочитает отмалчиваться в стороне. Хотя, по сути, бардак происходит в ее хозяйстве. Видимо, молчать иногда действительно выгодно. Однако для Асхата это оказалась не единственная проблема с землей. Я уже говорил, что бизнес – это не райский отдых. Это ежедневная битва с предприимчивыми жуликами и не менее предприимчивыми представителями государственных органов. Смотрим продолжение истории Асхата. В 2016 году наш герой приобретает земельный участок. Сначала берет 50 соток, потом подает на расширение до 60 соток. Через какое-то время решает, что участок необходимо, условно говоря, поднять. Завозит сюда более 300 камазов земли. Огораживает участок, ставит трансформатор, подключает воду, проводит канализацию. В планах большое строительство, которое сможет принести пользу как детям, так и взрослым. Я планировал здесь развлекательный центр для детей построить. Гостиницу, кафе. Землю для этого брал. В планах было действительно что-то качественное и хорошее сделать. Но пока приходится заниматься не строительством и бизнесом, а приходится бегать по судам и оспаривать непонятные судебные решения. Помимо всего этого, Асхат приобретает строительные материалы. Но земельная инспекция утверждает, что участок не осваивается. И все это на фоне пандемии коронавируса, которая парализовала строительство по всему миру. Видимо, у чиновников свои взгляды на земли и даже рабочий проект не гарантия того, что ты сможешь реализовать свой проект на своем же земельном участке. Если бы я действительно здесь ничего не делал, тогда да, забирайте участок. Я его не осваивал. Но я сюда уже вложил порядка 20 миллионов тенге. Видно же, что здесь и строительные материалы имеются, и что работы проведены. Получается, что государственные органы у нас частным предпринимателям не помогают, а только кошмарят нас. Однако предписание было предоставлено в 2018 году. В ходе судебного разбирательства судей первой инстанции выяснили следующие обстоятельства. В 2018 году на момент составления предписания в предписании отсутствуют какие нарушения были допущены со стороны физического лица Кабдешева. При строении более того, в 2018 году в предписании указано, что только было огорождение. Однако с 2017 года по 2019 год были проведены монтажные работы, были проведены канализация, также свет, а также на несколько сантиметров, были проведены землестроительные работы, то есть для того, чтобы выровнять землю для дальнейшего строительства. Пришел, увидел, победил. Почему-то некоторые представители власти видят в этом несколько иной смысл. Когда победил, это значит парализовал или даже уничтожил бизнес. Почему при этом никто из них не задумывается о рабочих местах и поступлениях в бюджет, больше радея за собственный карман – большой вопрос. Президент поручил ужесточить ответственность за вмешательство в бизнес, но, похоже, наших чиновников это не пугает. Вот и приходится предпринимателям изучать право, но не по собственному желанию, а из-за острой необходимости, потому как терять свое дело никто не хочет. А значит, будь готов биться с госмашиной. Всякий раз, когда мы затрагиваем земельные отношения и проблемы в них, становится ясно, что это действительно вопрос не из легких. Столько там деталей и нюансов, что те, у кого возникают некоторые трудности, стараются их быстрее решить. Но сегодня мы расскажем вам именно про проблемы в земельных отношениях города Атырау, вернее, о выдаче земель местным исполнительным органам и о том, как это отражается на жителях этого города. Подробности далее. А начнем мы с вопроса Алимы Танабаевой. Она решила обратиться в нашу редакцию, так как судами она, что называется, говорит на разных языках. Алима – предприниматель. Она решила на своем участке возводить стройку, но чуть позже стало известно, что участок она уже делит соседом. Оппоненты Алимы Танабаевой узаконили на своем участке киоск. При этом землеустроитель НАО «Правительство для граждан» не обратил внимания на то, что киоск – это не капитальный объект и что он даже не имеет фундамента. А наш суд, видимо, также пропустил все мимо ушей. Во-первых, они зашли на нашу территорию. И у нас есть на руках пять актов обследования. Представляете, один и тот же специалист земельного кадастра, НАО «Неправительство для граждан» от Раусской области, Кабидулин, он сделал пять различных актов обследования. То наш участок с ними накладывается, то накладывается шелкомой. Я вот просто не могу понять, как это так, один человек, он что, по-разному это смотрел? Или по тому, как ему просто, наверное, попросили сделать? Это же неправильно. У меня есть земельно-кадастровое дело. И в земельно-кадастровом деле у меня есть мои границы. У меня полностью все очерчено, все законно. Помимо того, что у меня есть земельно-кадастровое дело, мои документы все в порядке, рядом со мной стоящее здание – это не здание, это киоск. По словам предпринимателя, из-за такого отношения государственных органов ее работа полностью остановлена. А планы на расширение пока остаются лишь планами. И все почему? Это вагончик железный. Как оно может стоять вообще здесь? Почему? Куда смотрит Акимат? Куда смотрит прокуратура наша? ГАСКО? Куда мы только не обращались? Все просто разводят руками, потому что сейчас моратория. Ну это же неправильно. А как тогда мне быть? Как мне работать и жить? Я прошу просто рассмотреть мой вопрос, подойти с пониманием, чтобы эта ситуация разрешилась. Я хочу устроиться. Я прошу мне помочь. При рассмотрении этого дела у оппонентов на момент рассмотрения даже земельно-кадастрового дела не было. Так как в суде первой инстанции суд истребовал, земельно-кадастрового дела не было. Не было землеустроительных проектов, не было госрегистрации. Что тут смотреть? О чем можно говорить, если у оппонентов не было земельно-кадастрового дела? Но каким-то образом землеустроителям на управительстве граждан делается вывод, что есть все-таки накладка площадей. Откуда он взял эту накладку? Все-таки у нас все координаты и координатные точки поворотные углы, они отражаются в землеустроительном проекте, который является частью земельно-кадастрового дела. А если у оппонентов нет земельно-кадастрового дела, то как землеустроитель может сделать такой вывод? Отсюда мы делаем вывод, что суд допустил грубейшие ошибки, неправильно оценил обстоятельства, неправильно дал правую оценку обстоятельствам, пошел на поводу НАО правительства для граждан, а НАО ввел в заблуждение. Таких издевательств не смог пережить супруг Алимы, его не стало из-за сердечного приступа, вызванного стрессом. Хочется надеяться, что наши некоторые работники государственных органов спокойно приходят вечерами домой и ни о чем не переживают. Продолжаем. Следующий случай также из Атерао. Вот представьте, выдал вам Экимат землю, вы работаете много лет, а в один момент землю решают забрать. Причем для государственных нужд. Естественно, вы возмущены, вы спрашиваете, зачем нужна земля? А ответа вы так и не находите, потому что суд уже ничего не видит, а в местном исполнительном органе и вовсе запутались, кому и зачем нужна земля. Почему в Атерао такое пренебрежительное отношение к бизнесу, смотрите в следующем сюжете. Атерао принимает сам решение – забрать участок, причем вразрез всем нормам и законам. Решили и сделали. На основании решения Атерао проиграл два последующих суда. Я пытаюсь это доказать, что это незаконное решение. Я несколько раз обращался в областную прокуратуру на имя Даушева, для которой мне все три раза, которые я обращался официально, мне было отказано. Потому что действительно решение суда не считает, что это правильно. Хотя второе решение суда за председательство судей Абдулова, участвующий прокурор, дал отрицательное заключение. Несмотря на это, прокуратура отказывается защитить меня и указать на то, что действительно это незаконная прокуратура, не поддержала меня областная прокуратура. И в областной апелляционной суде она приняла решение, согласно с решением предыдущего судей. В декабре 2019 года, то есть через 2-3 месяца, Акимат города Атарау выносит новое постановление. И новым постановлением заново подает иск в суд об изъятии земельного участка для государственных нужд. И что интересно, наше действующее судопроизводство, оно ограничивает подачу иска в суд по одним и тем же требованиям, повторно. То есть не допускается по одним и тем же требованиям, повторно. Если стороны одни и те же, если исковые требования одни и те же. Здесь же, что интересно, одни и те же стороны, исковые требования одни и те же, и иск повторно подан, что является грубейшим нарушением требований к гражданскопроцессуальному законодательству. Что интересно, в материалах дела нарушены все процессуальные нормы, процессуальные требования по срокам, процессуальные сроки, сроки опубликования, сроки подачи, сроки уведомления об изъятии земельного участка для государственных нужд. То есть весь материал изъятия земли для государственных нужд, он имеет очень большое количество нарушений. По словам Осета, генеральный план был утвержден в 2016 году правительством Республики Казахстан, в котором не предусмотрен снос общественных и бизнес-построек. Этот факт незаконный. В суде ИСЕЦ, городской Акимат, не предоставил основополагающих документов. Не было ни генерального плана, не было ни выписки из генерального плана. Детальная планировка города, этого места, была предсделана уже 15 января 2021 года. Через два дня после апелляционного решения суда, через три месяца с чем-то после решения первой инстанции суда. Без основополагающих документов у них не было оснований для принятия этого решения. Потому что без детальной планировки они не могли. Без выписки из генерального плана, с подтверждением того, что действительно ведется традиция для государственных нужд, для общественных благ, этого не было указано. Тем более, что жилой дом не относится для государственных нужд, не является общественным благом, так как им будет пользоваться ограниченное слово граждан. И ведь никто не подумал, что люди, которые работают у Асета, могут остаться без работы. Между тем, юрист по земельному праву Бахаджам Базарбек заверяет, что государственными органами к материалам дела не было приобщено ни одного доказательства, что этот земельный участок действительно необходим для государственных нужд, как того требует закон. Вместе с тем, в материалах также имеется, достаточно доказать, что изъятие не преследовало, по сути, государственную нужду. Мы также приобщили к материалам дела снимки, карты, где вместо земельного участка Асета Кужегалиева должен быть построен детский сад, а на самом деле детский сад строится в другом месте. Но вопрос возникает, а в чем, собственно, тогда государственная нужда? Ведь действующий закон о государственном имуществе предусматривает, что при изъятии земельного участка для госнужд государственная нужда, она должна быть обоснована. Обоснована. В нашем случае Акимат города Атрау необоснованно изымает земельный участок для государственных нужд. Вот и получается, что здесь государственные органы сами нарушают законодательство, причем делают это так открыто и даже не стесняются. Только вот проблема. Суды полностью доверяют госорганам, и кто будет защищать бизнес? И можно ли вообще быть уверенным в безопасности своей деятельности, когда в открытую дают понять, если государство хочет, государство заберет что угодно? Следующая история, о которой мы хотим рассказать, также напрямую связана с земельными отношениями Акимата города Атрау. История, которая приключилась с Тамарой Митюковой, наглядно демонстрирует уровень беспредела в регионах и уровень дозволенности чего угодно. Главное – работать в Акимате. О волшебном узаканивании земли через 14 лет пользования и о том, почему именно в Атрау возможны такие спецэффекты, смотрите далее. Решением Акима соседу Тамары Митюковой в 2006 году был выдан земельный участок земли общего пользования. Во-первых, был выдан без согласия Тамары, то есть смежного пользователя. Во-вторых, сосед не составил документы вовремя, как полагается по закону, в месячный срок и продолжал пользоваться землей до тех пор, пока Тамара не обратилась в суд. И в-третьих, на протяжении 14 лет соседский земельный участок перекрывал доступ к участку Тамары. А сейчас, когда дело дошло до суда, сосед спокойно оформил все документы договора купли-продажи, а такие нарушения в Акимате, видимо, решили оставить без огласки. На основании чего составляется договор купли-продажи? У меня закрыт-перекрыт доступ на мой участок. Как же вообще Акимат мог дать решение соседу в 2006 году, когда до 2007 года этот заезд был на участок, который был безвозмездным в землепользовании у государства? Задается мне такой вопрос. Почему же не было согласования между участками, смежных участков, когда так положено, по закону положено? Суд закрывает на все глаза, так как свершился договор купли-продажи. А то, что свершился договор купли-продажи уже на основании, что документ потерял силу, об этом вообще судья первой инстанции Абдулова и судья областной инстанции Черняховской закрывает на это глаза. В деле Тамары Митюковой дело рассматривала судья, которая по ранее, по другим делам, также выносила спорные решения. Поэтому здесь не просто беспредел в действиях Акимата города Атырау, но и судебный беспредел. Поэтому мы надеемся, что Кассационная коллегия Верховного суда отменит решение Атырауского городского суда и областного суда и восстановит права, отменит, соответственно, постановление и отменит, соответственно, договор купли-продажи на земельный участок оппонентам, который заключен был через 14 лет. Вообще, по закону Акимат города Атырау должен был самостоятельно отменить свое же постановление, так как местный исполнительный орган обязан прийти к такому решению, если есть ошибка. Но мало того, что Акимат не отменил решение, так он еще подписал договор купли-продажи. Кто творит такие дела, наверное, стоит разобраться правоохранительным органам. И это мы только говорим сегодня о некоторых случаях в городе Атырау. За какую сумму был выкуплен участок? Какая пения была начислена за эти 14 лет, которые он пользовался и не платил налоги? Напрашивается вопрос, какими же пользуются привилегиями мой ответчик. По поводу вот этих вот грубых нарушений со стороны судей, в областной инстанции также не было документов предоставления ответчика на его представителей доверенности, также не было документов ни о сведении о собственнике, ни нового госакта, который должен был выделен быть на тот участок, который был выделен ему. И я просто далеко не человек с юридическим образованием, хочу обратиться к судям. Это к суде Абдуловой и Черняховской. Как же вы могли допустить вообще на заседание людей, которых не были предоставлены документы? О чем вы ознакомливались? Мне просто задается такой вопрос. Действительно, вопросов здесь очень много, но кто сможет ответить на все это, неизвестно. Акима творит беззаконие, суд поддерживает или отмалчивается. Правоохранительные органы, видимо, заняты более важными делами. Мы будем следить за этими историями и надеемся, что хотя бы в некоторых из них касационная коллегия Верховного суда разберется и, наконец, будет принято верное решение. Существует устоявшаяся фраза, что деньги любят тишину, но если у вашего бизнеса вдруг возникли проблемы, то это уже наше дело. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова